И Харьков сегодня. Несколько тысяч участников проголосовали на народном референдуме в этом городе. Урн для голосования не было. По площади свободы передвигались активисты с мешками, раздавая так называемые бюллетени. Митингующие в городе разделились на несколько групп. И какими были их действия, об этом мы спросим у нашего корреспондента Татьяна Федоркова. Татьяна, добрый вечер. Какие настроения сегодня были в Харькове? Добрый вечер. Открытых столкновений в Харькове сегодня не было. Сейчас мы находимся на площади свободы. Здесь уже нет активистов. Хотя еще днем здесь собралось несколько тысяч сторонников Российской Федерации. Несмотря на судебный запрет на проведение каких-либо акций на площади свободы, люди пришли. А судебного исполнителя, который попытался зачитать решение суда, они просто прогнали, развернув российские и советские флаги. И это не сепаратизм. Я не хочу отделяться от Украины. Я не хочу, чтобы какой-то кусок от Украины отделялся. Я хочу, чтобы Украина жила в большой-большой семье, как минимум вот тех 15 республик, в которых мы жили. Свой референдум организаторы пророссийского митинга все же провели. Людям раздали листовки с вопросом о самоопределении Харькова и области. Причем урны они не использовали. Ну что, заголосовали, либо там за, там против, там кто как. Раздается просто, а там люди бросают мешки. В так называемых бюллетенях было три пункта. Экономическая федерализация, народовластие, языковой суверенитет. Варианты ответов за и против. Люди охотно ставили галочку в квадратик за. Заполненные бюллетени планируют передать в Харьковский областной совет. Результаты будут посчитаны, переданы Харьковскому областному совету. Для того, чтобы ООН подвинулся к решению вопроса о проведении действительного референдума. Несколько раз активисты пытались штурмовать здание обл. администрации. Атаку отбивал кордон милиции. В давке корреспондент российского НТВ повредил ногу. Его забрали на скорой. Затем митингующие прошли шествием по городу. Ходили к консульству России, Польши, здания МВД и СБУ. Самое главное, что в конце, единственным местом, куда смогли и решили прорваться люди, стало здание на улице Рымарской, 18. Люди разбили там окна. Машину, которая стояла во дворе, перевернули. Всю литературу, а также листовки правого сектора просто сожгли. Олег. Спасибо, Татьяна. Спасибо, Татьяна Федоркова рассказывала о проходящем сегодня в Харькове народном референдуме и о митинге в этом городе.